Народная мудрость гласит, одна голова хорошо, а три уже некрасиво. Но практика показывает обратное. Если эти головы принадлежат трем очаровательным девушкам, такое сочетание может принести в мир немало прекрасного. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Нет, это старая сказка. А если ты не знаешь, чем заняться долгими зимними вечерами, послушай сказку новую, героини которой нашли себе занятие по душе. Жили-были три художницы Женя, Оля и Зося. И вот однажды они решили объединиться в арт-группу. Чтобы втроем общими усилиями творить красоту. И придумали себе хитрое название – штука. Ведь каждая вещь, созданная их руками, абсолютно уникальная и штучная. К тому же любая из этих трех девушек – интересная и тонкая штучка. А все вместе – так и вовсе гремучая смесь. Обычно мы, когда втроем, например, куда-то идем, там очень, как-то это все бывает очень красочно, очень шумно. Может быть, это не очень хорошо даже иногда. Может быть, надо быть сдержаннее порой. Но это немножко такой фейерверк. Штука по-польски означает искусство. Направления творчества этой арт-группы весьма разнообразны. Это и серьезные монументальные работы, вызывающие уважение сильной половины человечества, и забавные уютные вещицы. Всяческие ширмочки, батики, подушечки – милые сердцу любой сентиментальной барышни. Пожалуй, главная отличительная черта творчества группы «Штука» в том, что она очень женская и трогательная, способная растопить даже самый непробиваемый лед. Одно дело, когда одна женщина-художник смотрит на что-то, а другое дело, когда это все в геометрической прогрессии. То есть это все в третьей степени, все такое «Ой-ой-ой», но оно не муси-пуси, хотя иногда вот просто задача требует такого. «Ой, давайте что-нибудь такое сделаем, такое, да!» Такое вот, я не знаю. Такое, чтобы всех умилить. В обычной жизни все три штучки воспитывают детей и занимаются домашним хозяйством. Но когда они собираются в мастерской, все это отходит на второй план. На первом – совместное творчество и вдохновение идеями друг друга. Ну, это удивительные люди. Судьба много нас сталкивает с разными людьми. И, ну, ты всегда выбираешь одного, второго. Вот то, что нас судьба столкнула втроем, это удивительно, потому что таких людей больше я не встретила. Я думаю, что такого не получится. Как утверждают сами штуки, они, не выходя из мастерской, создают свой собственный космос. Особую гармонию вещей, предметов и настроений. И каждая вкладывает в это дело частицу самой себя. Получается коктейль эксцентричности, вдумчивости и неиссякаемого креатива. Они такие разные, но все-таки они вместе для того, чтобы сделать этот мир хоть немного красивее. Субтитры сделал DimaTorzok